Доброго времени суток! Меня зовут Катерина Зенина и сегодня я расскажу вам историю под названием «Ад по соседству». Повествование пойдет о неадекватных гражданах, пьяных дебошах, постоянных звонках в полицию, инстинкте самосохранения, бессилий и, конечно, о чиновниках. Если вам кажется, что съемки проходили в вашем подъезде, тогда, пожалуйста, уберите детей и людей с неустойчивой психикой подальше от экранов и только в этом случае смотрите далее. Субтитры создавал DimaTorzok Например, изгоняющий дьявола. Если вы пытались понять, что именно говорит девушка, не старайтесь. Язык этот адекватным гражданам непонятен. Разобрать суть произнесенного сможет только человек, достигший того же уровня просветления, благодаря невероятному количеству алкоголя в организме. Пьет эта гражданка много и часто, о чем неминуемо сообщает своим соседям посредством громкой музыки, драки с сожителем, попытками вызвать сатану своими воплями. Или же может вот так сообщить всему подъезду ночи, что вернулась домой и ключики забыла. Дея, двойник! Дея, двойник! Дея, двойник! От поведения этой гражданки и ее прекрасного сожителя, вот он, кстати, спит на полу, страдает весь подъезд. Сколько раз гражданин Дея и гражданка Пея из Вилючинска, проживающие в двухкомнатной муниципальной квартире, устраивали своим соседям бытовой ад, столько раз пострадавшие вызывали полицию. Стражи порядка приезжают, необходимые документы оформляют, в администрацию все передают, алкозависимых жильцов отоспаться забирают. А потом мочи-мочало и начинай сначала. Важно отметить, что граждане, помимо своего чудесного поведения, отличаются еще и невероятной стабильностью в оплате коммунальных услуг. Стабильно забивают на это дело и живут спокойно. За КТВС он не платил с 2015 года, но раз в три года ему эти долги списывают. Значит, накопится там 200-300 тысяч, они ему спишут. Приходят нам квитанции с нового года, уже там ноль стоит, то есть обнуляют его долги. А обнуляют за кого? За счет нас. За счет нас, собственников жилья. Раскидывают нам общедомовые потери. Постоянные разборки, крики, мы живем в стрессе. Постоянное прединсультное состояние. Как бороться с такими соседями, достаточно понятно написано в жилищном кодексе. Не оплачиваешь коммунальные услуги более полугода или систематически нарушаешь права и законы интереса соседей, готовься к выселению. Самым первым шагом на этом пути должно быть обращение соседей в органы полиции о противоправных действиях, которые мешают. Все эти факты должны быть зафиксированы в какой-то длительный период времени, для того, чтобы была достаточная документальная база для предъявления искового заявления в суд. У администрации Петропавловска, кстати, уже есть опыт избавления горожан от неадекватных соседей. Вспомните, например, прошлогодний случай в Завойко. Процесс долгий и непростой, но выселить нерадивого жильца можно. Тем более, что в таких случаях страдает и муниципальное имущество. А вот в Вилючинске, по всей видимости, сохранность квартир и огромные долги за коммунальные услуги никого не смущает. В администрации города подводников, даже фамилии сотрудницы называть не буду, Галина Николаевна и так поймет, что речь идет о ней. Зная о своем праве выселить нерадивых жильцов из квартиры, занятый по договору соцнайма, этого не делает. Нам так и заявили в администрации, что это наше право. Мы хотим выселяем, хотим не выселяем. Так нам ответили в последний раз. Сказали, что ситуация тяжелая, нам выселить его некуда, что в общежитии места нет. Чтобы выселить его в однокомнатную квартиру, там нужно сделать ремонт. По странному стечению обстоятельств пропуск в Вилючинск мы так и не получили. А очень хотелось приехать и посмотреть в глаза руководителю, который считает, что права одного человека должны блюстись в ущерб окружающим. Таким же гражданам, но более законопослушным. Разумеется, в администрации есть свое мнение на этот счет, но мы его не узнаем. При этом очень надеемся, что прокуратура заинтересуется этим делом и обяжет администрацию военного городка сделать свою работу. А это уже Петропавловск-Камчатский, улица Пограничная. Тут один из жильцов пьяных концертов в подъезде не устраивает, по ночам никого не беспокоит. Злые делишки он творит в рамках комендантского часа. А все потому, что находится под административным надзором. Отсидев за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, Александр вовремя ходит отмечаться к участковому и не покидает квартиру после 11 вечера. Но утром и днем запросто может разбить машину соседям входные двери и сбить мужчину на улице, когда тот будет просто проходить мимо, и на этом не остановится. Крики этого Александра, что он всандалит ей заточку в печень, что он убивал детей, ему нечего терять. И главное, делайте что хотите, мне ничего не будет. Жители дома, которые уже пострадали от действий Александра, до такой степени напуганы, что боятся не только говорить на камеру, но и жаловаться на него. Одна из его соседок даже купила газовый пистолет, который всегда берет с собой, выходя из дома. От него можно ожидать всего чего угодно. Я же говорю, не знаешь, чего ожидать в очередной момент. Угрожает всем, кто говорит, что я возьму заточку. Кому-то там угрожает воткнуть эту заточку в печень. В руках он постоянно держит какое-то такое лезвие у него большое. Он играет с ним. Вы считаете, что нам не надо дойти вообще? К нему? Ни в коем случае. Он опасен. Даже камера его не остановит? Я же вам сказала, два наряда вооруженной полиции с автоматами. И вы вдвоем хотите. Нет. Инстинкт самосохранения у нас оказался сильнее любопытства, и мы не пошли к злодею домой. Но решили опросить соседей по подъезду. И тут сработало правило. Моя хата с краю. Ничего не знаю. Не скажете ничего? Да нет. А что, справедливо? Спокойный? Да, народ не мешает. Им не мешает. Интересно, вот до какой степени нужно запугать людей, чтобы они боялись даже пожаловаться на тебя? Наверное, нужно брать урод твоего мужика. И вроде бывший наркоман и кажется неадекватным, судя по поступкам, но действует крайне разумно. Не делает ничего такого, чтобы нарушить правила административного надзора и вернуться обратно в колонию. Значит, все свои действия осознает, значит, нужно с ним бороться. Собираться коллективом и жаловаться, 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 а не прятаться по своим квартирам и радоваться, что сегодня эта проблема не коснулась вас. Кстати, тот факт, что люди молчат и боятся, вселяет в таких людей уверенность в своей безнаказанности. Они, как злые демоны из преисподней, питаются вашими страхами. Подумайте об этом. Кстати, выселить человека можно не только из муниципального жилья. Если даже жилое помещение принадлежит на праве собственности, это не говорит о том, что одно право должно нарушать другое. То есть баланс прав в любом случае предусмотрен, законодатель регламентирует и регулирует правоотношения возникающие, и, соответственно, предусматривает и гражданско-правовую ответственность за нарушение действующего законодательства. Это является крайней мерой. Поэтому необходимо соблюсти, собрать, во-первых, доказательную базу. Опять же, что это систематически происходит нарушение прав и законных интересов граждан, которые проживают в многоквартирных, скажем, домах. Главное не останавливаться. Если не хватает времени и сил, обратитесь к специалистам. Пусть вам помогут. А то будете терпеть ущемление своих прав до тех пор, пока будет жив ваш сосед. Как, например, сейчас от запаха страдают жители дома 14 на улице Тушканово. Запах вообще невыносимый. Никто ничего сделать с этим не может. Летом вообще невозможно находиться. Этот запах идет прямо в квартиру. Много лет, со слов соседей, слегка неадекватный житель одной из квартир несет в дом любой мусор, справляет естественную нужду на балконе. Соседи с их претензиями шлет подальше от своей частной территории. И все терпят. Закрывают лицо руками, сдерживают рвотные позывы и идут домой. Полиция, администрация, государственная жилищная инспекция и прочие организации вам в помощь. Сложно, но можно довести дело до суда. И после решения о выселении квартиру собственника продадут, отдадут ему вырученные деньги за минусом судебных расходов, и тогда уже другие люди начнут молиться, чтобы этот экземпляр переехал не к ним в дом. Или же терпите, но помните, что действовать надо в рамках закона. Нередко конфликты между соседями заканчиваются взаимными ссорами, иногда переходящими в драку и причине побоев и телесных повреждений. Естественно, все отношения к людям, которые имеют общий коридор, общий подъезд, необходимо найти общий язык и действовать в рамках правового поля, для того, чтобы самим не быть привлеченными к ответственности, либо административной, либо уголовной. Поэтому доверьте дело профессионалам. Вызывайте полицию хоть сто раз за ночь и фиксируйте правонарушения, если соседи не понимают ни вас, ни предупреждений полицейских. Несколько штрафов от одной до пяти тысяч рублей помогут остудить пыл ваших невероятно горячих соседей. А в завершении хотелось бы процитировать всем нам известного кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. А с вами была Катерина Зенина и до встречи в эфире. А если у вас есть истории, о которых мы должны рассказать, напишите нам. Субтитры сделал DimaTorzok